Привет всем, с вами установочный центр ПК Авто. Сегодня в нашем магазине была приобретена и установлена магнитола на Camry V70. Данный автомобиль в комплектации без JBL, с одной камерой заднего вида со штатными парктрониками. Большой 10 дневмовый IPS экран со стеклянной поверхностью, все не прогибается, все, как сейчас модно, стеклянно и красиво. Далее, по штатным функциям Яндекс.Навигатор, отличного качества экрана. Теперь это штатная функция в этой машине. Да. Естественно, работает голосовой поиск, все это прекрасно. Мультируль штатный, кнопочки на руле программируются на любые функции, какие вам угодно. Громче, тише, вперед, назад, все как есть. Сбербанк. Показываю варианты. Громкость можно подсказок регулировать в момент разговора Яндекса. На руле делайте погромче, появляется вот оранжевая штучка. Поехали, еще будет очень громко. Маршрут построен. Вот, то есть, когда оранжевая громкость, это громкость непосредственно Яндекс.Навигатора. Сейчас, когда она все скажет, ну, отмена, сделай погромче. Теперь идет громкость основного радио или музыки, все того, что там играло до, соответственно, до включения Яндекс.Навигатора. Раз уж мы начали про музыку, да, расскажем. Ну, например, радио, сделай так потише. Прекрасный, сочный звук. Магнитола обладает DSP процессором, огромным эквалайзером, несколько экранов. Ну, он говорит, там, 20 кГц, да, все это можно делать. И, например, отодвинуть экран и сделать, например, самый низкий бас чуть побольше. Кроме всего прочего, присутствуют у нас временные задержки. Это не баланс, это именно фокусировка звука по звуковой сцене, например. Ну, как правило, это либо на водителя, либо на весь автомобиль. Очень удобно. Все это меняется в реальном времени. Нажимаем кнопочку, звук меняется, радуемся. Если что, ну, для тонкой настройки нажимаем, можно, соответственно, в миллисекундах задержки сделать, либо в сантиметрах все автоматически пересчитывается. Удобно и замечательно. Далее, присутствует здесь тон компенсация, но эквалайзер, баланс, понятно, тон компенсация. Это тоже для тонкой настройки. Можно смарт-бас все это дело покрутить немножко. Опять же, звук меняется в реальном времени. Сразу видим, без щелчков просто прибавляем звук другой. Удобно, удобно и прекрасно. Ну и фильтр баса, фильтр низких частот от, например, передних либо толовых динамиков. Тоже годная штука. Далее, радио, Яндекс.Навигатор. Я вам сказал, яркий экран. Камера заднего вида. Здесь заводская. Включаем реверс. Видим отображение парктроников. Линии поворотные поворачиваются так, как они поворачивались с завода. После выключения задней камеры нами установлены. Передняя камера включается автоматически на 8 секунд. И выключается. Также переднюю камеру можно запустить, включив ярлычок передней камеры. Он синий такой. И, соответственно, ехать вперед, смотреть переднюю камеру. Либо, например, подъехали к какому-то препятствию, включили переднюю камеру. Опять же, ярлычок можно добавить нам сюда в быстрый доступ. Хлоп, передняя камера. Также сюда можно добавить, например, что-нибудь удалить. Например, что-нибудь. Вот это удалить. И вместо него добавить ну, например, YouTube. Это удалить и добавить сюда переднюю камеру. Поехало. Готово. Соответственно, мы делаем себе такой пул наших приложений, часто запрашиваемых, часто используемых. И здесь у нас в стопке собираются приложения, которые мы только что использовали. В том числе, соответственно, Яндекс.Навигатор. Искомый. Яндекс.Навигатор можно включить с автосапуском. То есть, заводим машину, Яндекс.Навигатор, все сразу работает. Также магнитола у нас оснащена встроенным 4G Wi-Fi. 4G модема. Слот под сим-карту у нас в бардачке и запасная USB. То есть, сели в машину, завели, кстати, машину у нас сейчас новая. Сели в машину, завели, сразу Яндекс.Навигатор работает, сразу маршрут, сразу поехали. Штатный USB тоже присутствует и работает. С этим вопросов нет. Что еще? Проигрыватель по железу настройки. У нас здесь 64 встроенной памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Восьмиядерный процессор, очень все шустро работает. Звонки по Wi-Fi, кстати, да, в том числе можно принимать SMS-ки, SMS, MMS, если у вас вставлена сим-карта. Мне вставят в собственном автомобиле, мне даже звонит Сбербанк сюда. Не знаю, не знаю, зачем. Иногда я с ними разговариваю. По штатным функциям. У нас присутствует иконка, называется она здесь «Информация об автомобиле». Здесь у нас есть давление в шинах, в том числе в запаске. И действительно, задняя колеска у нас чуть-чуть у нее горит. Там ошибка горит, колеску надо будет подкачать. Это все работает, расход топлива тоже отображается. Какое там, ну, мы меняли магнитолу, он заново будет. Выбираться и различные настройки. Ключи неудаляемые в автомобиле. Запомните. Да, в общем-то, и все. Очень прекрасный аппарат. Рекомендован к установке нашим установочным центром. Спасибо за субтитры Алексеевна.